а мы возвращаемся в оклахому для того чтобы завершить зиму и наконец решить все в сравнении соула и хиперлинка ну и совсем не удивительно если у человека на номере написано что оклахома это нормально он может стать нормальным кайтсерфером просто надо делать видео на youtube просто представьте что если я родился в юте спасибо родителям ну а если вы не смотрели первые части обзора то возьмите и посмотрите его где-нибудь пока что гиберлинк побеждает с точки зрения эстетики настройки системы управления и счет выглядит 4-0 в пользу хиперлинка ну и помните что большинство этих критериев они очень субъективны и в самом деле относятся в большей степени к моим возможностям как кайтера но сегодня давайте посмотрим на хиперлинке соул в части посадки и взлета а также производительности с гидрофойлом и твинтипом касательно запуска с пляжа у меня такой опыт соул как более высокоаспектный кайт иногда заворачивает ухо внутрь брайдла что в принципе неудивительно если учесть насколько у него более длинные типсы в сравнении с хиперлинком и в некоторых случаях это заставляет опускать кайт идти к нему распутывать и потом перезапускать в некоторых же случаях у меня часто получалось запустить кайт и просто подергать планку касательно самостоятельной посадки у меня неплохо получалось поставить кайт в границу ветрового окна и отстрелить его перед тем как сделать этот маневр убедитесь что ваша страховочная стропа прикреплена с той стороны куда вы собираетесь отстреливать кайт также убедитесь что вниз по ветру нет никаких препятствий на достаточном расстоянии даже если вы отстреливаете кайт в краю ветрового окна касательно посадки через отстрел эти кайты более-менее одинаковы но если говорить про посадку через бэкстол то все-таки стоит выделить озон из-за ручки но это честно говоря не тот способ посадки которые я часто практикую оба кайта хорошо себе показали в 1 и старте оба и стартуются неплохо за одну стропу но соул очень хорош в этом действие и казалось бы хиперлинг должен быть лучше в этом потому что меньше расстояние которое нужно пройти кайту он когда он и стартуется за одну стропу но почему-то этого не случилось соул показала себя в этом очень хорошо касательно обратного старта оба кайты сопоставимы оба имеют дренажную систему на законцовках крыла на канале также есть видео где практикую download transition с соулом и тогда я уронил свой кайт на воду где-то на 15 минут ну и как бы состояние в тот момент можно было описать как свернутый загнутый и выкрученный и казалось бы что уже флайсерфер нельзя уже развернуть из этого положения но спустя 15 минут неким образом я все-таки вот и запустил и что характерно это было на глубокой воде и в самом деле вряд ли можно ожидать от хиперлинга в этой части лучших результатом чем у соула потому что ткань у него более впитывающая воду потому что количество воды который набрал соул за такое время она просто удивительно мало в плане самоспасения на глубокой воде у меня пока такого опыта нет но как я уже говорил ранее хиперлинг с его единой точкой спускания воздуха наверное будет более удобен ну и наверное в силу всего этого имеет смысл объявить ничью в плане запуска посадки ну да действительно иногда приходится распутывать ухо у соула но оба кайта очень хороши все таки при запуске и при перезапуске с воды но соул с его выносливостью в плане не пропускания воды наверное просто показал себя замечательно как мне кажется конечно большинство моих опасений до сих пор это самостоятельная посадка но случай аккуратной посадки с каким-то якорем это наверное все же не будет большой проблемой соул в основном работает ближе к краю ветрового окна в то время как хиперлинг сидит глубоко в окне для гидрофойлера моего уровня это не то чтобы говорит многое но значит очень многое в данный момент я работаю на развороте со сменой стойки я очень медленно его делаю не очень агрессивно вращаю кайт и не всегда делаю консистентный даунлуп но я как бы понимаю что не в даунлупе здесь проблема ну если не делать даунлуп то соул позволяет следовать за кайтом потом плавно послать соул в поворзону и продолжить движение при этом с хиперлинком в случае подобного поворота в какой-то момент из-за того что он сидит глубоко в окне возникает ощущение что в момент поворота он тянет на 180 градусов в другую сторону и соулом то чувствуется особенно сильно контраст потому что соул из-за его конструкции когда тянешь планку после джайба направляется в зону тяги и эта зона тяги находится как бы впереди я думаю что это более менее понятно из видео и можно конечно сказать что это всего лишь отличия конструктивные но основное отличие для меня здесь между 80 процентами успеха в повороте на соуле и примерно 10-15 на на озон хиперлинк ну и понятно что решение этой проблемы это транзишен с даунлупом который я не очень то чтобы долго практиковал ну и понятно что фойлы гораздо более медленны в даунлупе чем чем надувные кайты ну и в этом случае у меня получалось лучше соулом чем с хиперлинком который в свою очередь удивил меня тем что хиперлинк более маневренный кайт чем соул но в то же время увеличивающаяся нагрузка на планке как-то отбивала желание делать даунлуп на обоих кайтах я летал между семью и девятью узлами и мое предпочтение тут было совершенно точно за соулом я ни в коем случае не хочу сказать что гидрофойл с хиперлинком был невозможен я совершенно нормально ездил с ним в этом в этом состоянии ветра но соул в лайт винт очень стабилен соул может просто держаться в зените если ты упал с гидрофойла и пытаешься там добраться до борда и это просто огромная разница между двумя кайтами и хотя я не могу сказать что например хиперлинк был нестабилен в лайт винт он достаточно стабилен но моя цель в фойл кайте это возможность кайтинга в лайт винт и по возможности избежать самоспасения так как оно делает ненадувные кайты крайне непривлекательными конечно я ожидал от гиперлинка больше перформанс в дрифте но к сожалению мои навыки как гидрофойлер не позволили это хорошенько потестить с точки зрения перформанс на гидрофойле все таки я отдаю предпочтение соулу конечно понятно что с точки зрения слабого и неопытного новичка более опытные ребята выберут хиперлинк из-за его лучшего дрифта честно говоря без гидрофойла вряд ли бы фойл кайты имели такое распространение как сейчас но учитывая насколько удобно тревелить ветровой диапазон фойлов и так далее антенны фойл компании подняты с точки зрения езды на твинтипе оба кайта достаточно прикольные соул немного медленные но помните это 12 метровая версия гиперлинк движется побыстрее и это здорово учитывая то что мы катаемся в ограниченных пространствах и было бы здорово маневрировать быстро чтобы уйти побыстрее от трафика но соул тоже вполне окей я наблюдаю что то что я бы определил как двухметровое преимущество перед надувными кайтами с аналогичным бордом в одинаковых ветровых условиях что касательно порывов наверное отдам очков соулу это связано с его формой но если говорить про фойл как кроссовер кайт то для меня важно было бы понять какой кайт лучше прыгает просто немножко набираем скорость посылаем кайт над головой и все соул показал себя просто замечательно не требует практически никаких навыков я попытался что-то подобное исполнить гиперлинком но попытка меня скорее огорчила я связался с вадимом из гринхэд кайн бординг чтобы обсудить мое вот это огорчение и он дал мне какие-то советы на тему того что нужно послать кайт посильнее и более более подходящий вин кондишен но в принципе я получил тот же результат но это совершенно точно говорит о том что для прыжка на на зоне нужно больше скилла и касательно перформанса на твинтипе я отдаю балл соулу потому что он лучше обрабатывает порывы гораздо проще прыгать и и хотя гиперлинк гораздо более быстрый он все равно не такой быстрый как надувной кайт если бы я был более опытным наверное я бы выбрал бы гиперлинк но не в данный момент ну и таким образом базируясь на всех фактах моем нынешнем уровне моем стиле катания я все же выбираю соул хотя если бы я был как бордером получше или к примеру родился в юте наверное я бы выбрал гиперлинк потому что он более фановый он у него побольше скорость все же для меня соул получше с точки зрения транзишенов на гидрофойле прыжков на твинтипе ну честно говоря вряд ли вы можете как-то ошибиться с одним из этих кайтов они оба хороши для меня данный момент выигрывает соул возможно гиперлинк рассчитан на более опытных кайтеров и как обычно спасибо за помощь в этом видео гринхед кайтбордингу